Ну а теперь пришло время познакомиться с Chrome Developer Tool. Это служебная панель, которая позволяет вам отлаживать код в браузере. Для того, чтобы нам было удобнее с ней работать, я сейчас сделал браузер пошире, а редактор поуже. Естественно, теперь у нас не помещаются два файла рядом, но мы можем их открыть один под другим. Поэтому я на заголовке файла «Style.css» нажимаю правой клавишей, выбираю «Split Down». Этот файл теперь расположен снизу. При этом у меня сейчас не видна часть содержимого «Body». Для того, чтобы это исправить, я сейчас сверну элемент Head, ведь он меняться не будет. Я навожу вот здесь слева на полоску, появляется стрелка для сворачивания, я ее нажимаю и тег Head свернулся. Ну а теперь давайте посмотрим на код нашей страницы в Chrome Developer Tool. Я перехожу в браузер, нажимаю клавишу F12 и снизу у меня открывается панель Developer Tool. Первая закладка – это панель элементов. Сейчас мы будем работать с ней. Остальные закладки не понадобятся нам в курсе по CSS. Итак, в панели элементов я вижу, что у меня есть Doctype, потом HTML, дальше свернутый тег Head, который меня сейчас пока не интересует, а потом развернутый тег Body, в котором находится моя начинка. Обратите внимание, что здесь, кроме элементов, которые я добавил в HTML, есть еще комментарий и тег скрипт. Они были добавлены расширением Live Server, поэтому нас они сейчас интересовать не будут. Теперь давайте рассмотрим основные возможности, которые дает нам эта панель. Если я, например, выберу здесь элемент Div, то справа я увижу стили, которые к нему применяются. Первая группа – это стили, которые применены непосредственно к элементу. Инлайновые стили, которые можно добавить при помощи атрибута Style. А дальше идут стили, назначенные из CSS. При этом обращаю ваше внимание, что вот этот блок правил был добавлен в файле Style.CSS в пятой строке. Вот мы это видим справа. Дальше идет правило, которое назначено браузером по умолчанию. Здесь мы видим, что для Div назначается DisplayBlock, то есть это блочный элемент. Позже мы подробнее обсудим свойства Display. И в данный момент это все стили, которые применяются непосредственно к элементу. А также есть унаследованное свойство FontFamily от элемента Body. И это правило мы назначили в первой строке файла Style.CSS. При этом все эти стили мы можем изменить. Например, если я хочу не назначать ширину для моего блока, я убираю галочку возле правила Width. И вижу, что блок растянулся на всю ширину. Если же я хочу оставить это правило, я ставлю галочку снова. А теперь его немножко подредактирую. Поскольку это численное значение, то я могу управлять им стрелками. Я нажимаю стрелку вверх и у меня стало значение 201. Теперь я нажимаю стрелку вверх еще несколько раз и вы видите, что ширина блока увеличивается. Я нажимаю стрелку вниз и теперь ширина блока стала уменьшаться. Также я могу ввести новое значение целиком. Например, если я сейчас напишу 150px, то ширина блока также изменится. Кроме редактирования существующих правил, я могу добавить и новое. Например, если я хочу добавить ему жирный шрифт, я пишу font-weight. Дальше нажимаю enter и вписываю значение bold и опять нажимаю enter. И вижу, что теперь шрифт стал жирным. Обратите внимание, что сейчас я модифицировал правила, заданные для класса блок-контейнер. То есть, если у меня на странице будет еще один элемент с таким классом, эти стили для него также применятся. Для того, чтобы задать какие-то CSS-свойства для конкретного элемента, я могу написать их вот здесь, в element-style. Например, я напишу здесь color и выберу значение blue. Теперь я вижу, что в div'е синий текст. Также обратите внимание, что это правило добавилось в атрибут style. То есть, все стили, которые вы применяете непосредственно к элементу, прописываются, как будто вы написали их в атрибуте style. При этом, все изменения, которые я делаю, никак не отражаются на содержимом моего текстового файла. Они отображаются только в браузере. Если я сейчас перезагружу страницу, то все стили будут сброшены на то, что у меня записано в файлах. Таким образом, панель developer tool позволяет вам посмотреть, как будут выглядеть те или иные элементы, если вы добавите или измените у них какие-то правила. Давайте изменим ширину нашего элемента с 200 на 250. И теперь, если меня устраивают текущие стили, я могу их скопировать отсюда и вставить свои файлы. Соответственно, я выделяю вот это правило, копирую, теперь перехожу в CSS файл и вставляю их вот сюда. И теперь, при перезагрузке страницы, мои измененные правила, которые я записал в файле style.css, применились сразу же. Также, в developer tool я могу редактировать и HTML. Например, для того, чтобы отредактировать содержимое заголовка, я кликаю сюда дважды и ввожу какой-то дополнительный текст. Например, 1, 2, 3. Нажимаю Enter и он появляется на странице. Также, если я хочу, я могу добавить в HTML какой-то атрибут. Я кликаю правой клавишей на элементе и выбираю Add Attribute. Добавляю атрибут класс со значением BlockContainer. Теперь нажимаю Enter и вижу, что стили, которые раньше применялись только к div, применились теперь и к заголовку. Если я хочу отредактировать атрибут, я дважды кликаю в нем, пришу здесь пробел и добавляю здесь какой-нибудь еще класс, назовем его, например, Extra. Теперь я нажимаю Enter и мои изменения применились. Если я хочу, я могу целиком удалить этот элемент. Я его выбираю, теперь нажимаю клавишу Delete и элемент полностью пропадает со страницы. Если я хочу добавить какой-то элемент внутрь, я тоже могу это сделать. Я нажимаю правой клавишей, выбираю Edit as HTML. Теперь вот здесь я вписываю, например, у меня будет тег em и внутри этого тега я пишу числа 12345. Закрываю тег и посмотрим, как это будет работать. Я кликаю мышкой где-то вне этого блока и вижу, что внутри diva у меня появились курсивные цифры 12345. Естественно, изменения в HTML никак не влияют на наш файл. И если я перезагружу страницу, то все вернется к тому состоянию, которое у меня было при загрузке страницы. Я думаю, этого вполне достаточно для начала. И в следующем видео мы с вами обсудим, что это за картинка и познакомимся с блочной моделью документа.